Опа! Красота! Да и только, да Жора? Банда гулять. Давай, газуйте, все газуйте, поползли, как тараканы. Привет, ребят, привет, мои хорошие. Рад вас видеть у себя в гостях. Начинаем новое видео. Поехали. Дело в том, что собрались ехать до тёщи, уже после обеда, грубо говоря, мы ещё там не были, то поели, то поспали, я на канал Котовы запилил видео, если что, заходите в гости, посмотрите, может быть, кому-то будет интересно, ну вдруг. Ссылочку оставлю в описании. Надо же поехать и сделать, ребят, калитку тёщи, а то бедная уйти никуда не может. Калитку уже за собой не закроют, это только сидеть ей там на диване и в окно плющится. Поэтому едем царевну спасать, выпускать, делать калитку, ну засов вот этого. Сейчас кладём весь инструмент, который нам может понадобиться, который понадобится в принципе и пойдём приварим эту щеколду, ну блин, там работы на минуту. Сейчас вот эта куча инструментов собрать, заложить, выложить, короче больше суеты, ребят. Но это не умаляет того, что сделать это надо, не вызывать же чужого дядьку, когда можем сделать сами. Блин, тут осталось 5-6-7 электродов, ну на это дело хватит, ну а вообще как бы уже маловато, надо бы купить, чтобы были в принципе дома. Сейчас в машину всё складываем и летим. Жора, ты куда? Ах ты подлец! Мелкий, сейчас шлему свою, каску, болгарку, удлинитель, ничего бы не забыть, блин, удлинитель есть, прибежал уже, глудный сын. Так, пока прикрою, что фраг не украл, США, письмо счастья, заплатить за газ, сейчас покажу, где оно там. 1582 в месяц платим, хотя бы маленькую зачистить, хоть чуть-чуть, немного не то конечно, но что есть, тут простой диск, тонкий, а туда надо бы зачистой, но у меня его нету, будем пробовать таким поработать. Так, ну что, ребят, вроде собрал, вроде бы всё, что надо, вроде бы ничто не забыто, дело за малым, взять Иришку, ну самый главный инвентарь и ехать, чтобы потом она пешком в гости несла, ходит, проверяет и проведает два, а то как раз и калитку сделаем, и она её проведает, два в одном. Едем? Поехали, давай, смотри, что там. Жоржик, мы скоро приедем, Жоржик, не остаивайся. Всё ребят, приехали, сейчас будем творить добро, ой, по возможности, а можно было ещё, но пойдёт. Вы прям услышали? Да. Отлично. А я вас руку сопрепиляю. Без глушителя. Ой, сейчас выгрузимся, ребята. Опа, и в добрый путь. По-моему, просто залили так бетоном, кусок какой-то был. Ну на люк не очень похоже, не выдернешь. Не, ну круглое залили, пятак. Может дерево росло круглое была, клумба круглая, но залили. Не похоже. Оно не люк, тут какая-то это вот. Её не подцепишь, ничего. Не, ну арматура чтоб не рассыпался этот кругляш. Я поняла, да. Воткнёшь её. Ну и сюда размотать как-то до калитки. Я сейчас каску свою возьму, приварю. Давай, давай, давай. Отлично. Да больше не надо. Сейчас закроемся. Опа. О, тут приварить чуть-чуть, больше суеты. Опа. Бумбончик твой не загорится. Ветер как на дно. Сейчас зачищу. Воняет, да. Дымит. Нашлёпал доброе. Тут теперь отпилить захочешь, не отпилишь. Зато крепко, просто если тёща выйдет и ручка отломится, уже не зайдёшь, нажать не на что. Поэтому лучше перебздить, чем недобздить. Ребят, ну муж приварил как бы по-спартански, так скажем так. Просто, но надёжно. Что самое главное. Но не очень качество, неудобно жуть. Ну вот видите как. То есть тут пропуск, тут пропуск. По-хорошему ещё бы раз проварить, ещё бы раз зачистить, но тут можно остановиться на ручку. Было в одной точке приварено, а сейчас он такой шматок накидал. Это уже навсегда, только с калиткой вырывать уже всё. Всё, убираю инструмент, а дальше уже посмотрим, что там по плану Иришки. И надо тут инструмент весь мой забрать, потому что дома нет вообще инструмента, что не сказано плохо. Кидайся, что-то надо, а этого что надо, раз и нету. Фигня дело. Так, вот наша барахлишка. Я так понимаю, весь вот этот ящик, как бы наш и есть. Палочка какая-то. Ну а это мы забираем тогда. Вон сколько прибавилось. Барахла сюда везли гораздо меньше. У меня с этого ремонта вот такая коронка появилась. Вот уж никогда бы не думал, насколько эта коронка облегчает жизнь. В принципе, раньше, помню, выковыривал, жуть как. Долго, нудно, не всегда успешно, криво. А сейчас этой коронкой 5 сек счастья. Так, что ещё, что ещё. Смотри, вот тут может сделать надо этот. Выключатель вот так вниз просто опустить, как у нас, помнишь? Отдельно выключать лампочку, а не выкручивать. То есть она будет задействована стой, пока та не горит, эта гореть не будет. Ну поняла ты как? Да, но всё равно. Ну просто, чтобы не тянут хотя бы пока. Я думаю, да не надо пока, надо сразу сделать нормально. Не, ну сразу это с кухни только тянут, отдельно от розетки электричества. Сразу, сразу. Так это надо срывать тогда всё с кухни. А зачем срывать? Ну отсюда запитайся вот так вот. Поверху что ли тянут? Ну пока поверху, а потом запихаем вовнутрь. Ну можно и так, в принципе. Ну тогда проводов надо много. Ну а что делать? Просто думал пока, если что, просто раздевает, купить кнопку вот эту. Не надо пока. Ну смотрите, тогда скажите, когда будете готовы. Да завтра это самое, завтра мы в гордину повесим. Надо тогда приезжать и сразу всё делать, и гордину, и не гордину. Ну как? Ну всё делать, там что там, выключатели, не выключатели. Эта, посмотри, ничего нашего не осталось. Ну тут ящик я всё забрал, то всё наше, да? Ну тогда всё, можно и ехать. Сейчас сам багажник закрой тогда. Багажник закрой, открытый. Всё тогда. Классно. А, давай, давай, матрас ещё. Тёща ж давали, чтобы она выспалась или как поспала. Этот можно закрывать. О, блин. Людям делаю нерв этой пищалкой. Забываю. Ты главное пробку посмотри, чтобы было. То, что мы сегодня день не найдём. Если что, хоть. Она, скорее всего, ввинчена в матрас сама будет. Она, вот. Да, да, да. Не, ну я просто говорю, чтобы не потерялась, лучше проверить. Накрути её прям. Лучше закрутить, да? А то, не дай бог, потеряем. Мы же её нигде, только с матрасом можно будет. Будет горько и обидно. Не, ну или калитку не закрывать, просто уходить с открытой калиткой. С открытой калиткой оставаться. Она прям открыта, она не прикрывалась. Ну, Настя же она. Ну, или верёвочка. Ну, там подкрасить надо будет чем-то, чтобы не ржавело. Да, ну как там. И молоток ваш. Где он должен быть? Все, поехали. Все, поехали. Все, счастливо. До свидания. Спасибо большое. Аккуратно, не обожгитесь. Давай, я помогу. Открывай машину. Опа. Матрасик. Есть. Все, ребятки, домой. Миссия выполнена. Маленькая, добрая. Но очень нужная. Я днём, говорит, выпускала газовичка, чтоб он побегал. Видишь, позакрывала. А, щели? Да, щели позакрывала, говорит, вот тут встала. А, там стояла. Я смотрю, что нету под калиткой. Да, тут же встала, потому что он один раз выскочил, и она его по улице ловила. Ну, короче, он же бегает, радуется. Малышка же привязана, и он бежит, ее дразнит. А, что он гуляет, а она нет? Гад такой. Ну, он маленький еще, он щенок. Ну, понятно, как вырастет, овчарка какая-то не прокормит. Нет, он такой, как Жора, она будет даже меньше. Ребят, приехали домой, сейчас я выгружаюсь, и ой, что я вам расскажу. Целая история, целых две, вот. Фух, ребят, ну а теперь те истории, которые я обещал рассказать. Истории, события не самые приятные. Значит так, когда я разбирал забор, носил тут доски, я был массивный, увешанный весь досками, с меня они торчали, вот эти охапки. И я напугал кролика, вот этого, того, которого обещали отдать тёще. И дело в том, что у неё теперь передняя лапка, та, что с вот этой стороны, он вообще на неё не наступает. То ли сломал, то ли вывихнул, но он двигать начинает. Вот смотрите, если спереди видно, какая это, блин. И та прям, вот боковина, видите, опухшая, как будто набралось туда что-то. Не знаю, видно, не видно. И как бы зарезать его жалко, там есть нечего. и оставить выздоровеет ли. И как бы думал же тёща обещал, ну надо бы отдать, но всё равно обещал, но других кроликов нет. У меня один остался и Машка. Вот этого уже решил, мать его так отдадим, но уже похоже не отдадим. Дело в том, что у тёщи, тот самец, который у неё был, кролик пропал, сбежал. Забыли, ну кто-то там в гости приходил, дядя Вася, брата, а он, она клетку оставили открытой, самец тот белый, который у неё был, сбежал. Теперь она без кроликов вообще, то есть смысла нет у неё от самки. Но опять же можно было подпустить и отдать ей беременную уже самку, но как видите, у неё теперь что-то слабкое. Да Жош, у неё что-то слабкое, скажи. А-а-а-а-а-а-а-а! Дуган. Теперь не знаю, на понаблюдаю несколько дней, но я так думаю. Блин. Я что-то это с досками, как иду, и он как заметался так об стену сам себя бьёт по стенкам... Ну и похоже сильно ударил, что или вывихнул, или сломал лапку. По хорошему было бы много кроликов и было бы ему замещение просто под нож, ну на мясо. А так... Посмотрим, хотя бы несколько дней, будет ли улучшение или не будет, посмотрим. Давай, ты давай шарик, поиграем. Так что ребятки, вот такая вот история, две истории, по сути на двух кроликов стало меньше за один день, но это жизнь.